Сахалин Продолжение следует... Позаботились и о плотности земполотна на участках, чтобы продлить срок его эксплуатации. Профиль дорожной одежды. Потом уже финишная, сейчас прямая, мы видим укладку верхнего слоя асфальтобетона. Подрядчик выполняет работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». И за тем, чтобы объект соответствовал всем требованиям ГОСТа, следят специалисты стройконтроля. В частности, нами контролируется входной контроль материалов, когда поступает геосетка. То есть мы смотрим характеристики заданные, которые были проектом. В частности, там размер ячьи измеряется инструментально. Визуальный контроль. Потом далее при укладке геосетки, то есть мы контролируем качество розлива битумной эмульсии. Потому что у нас перед тем, как укладывать геосетку, производится розлив битумной эмульсии, согласно нормативной документации. И в дальнейшем при раскладке отдельных полос есть требования по нахлёсту полос. То есть мы контролируем, чтобы нахлёст был. Помимо характеристик материалов и точности работы строителей, входной контроль предполагает проверку наличия необходимых составляющих. Инертные материалы все местные, то есть местных карьеров Сахалинских. В принципе, здесь проблем не возникает по инертным материалам. Они идут, поставляются с ближайших карьеров, которые рядом с Сахалинским на этот объект. Такие материалы, как, допустим, геосетка данная, она идёт с материката в средней части России. Красноярский, край Новосибирский область. Ну, там, в принципе, тоже материалы эти были заказаны в прошлом году ещё подрядчикам, когда только были разыграны, заключены контракты. Они заказали, то есть эта сетка, она была уже в наличии, то есть в прошлом году. То есть, грубо говоря, до начала выполнения работ, за полгода уже эти материалы были. То есть, мы, да, тоже, в свою очередь, контролируем наличие этих материалов перед началом выполнения каких-либо работ. То есть, мы проводим оценку наличия материалов, есть ли они. После того, как уложат асфальт, здесь появятся удобные тротуары. В рамках ремонта сделают в общей сложности 6 километров дороги. В это расстояние входят три участка северо-западного объезда. В том числе, установка бортовых камней, устройство тротуаров и монтаж новых опор освещения. По окончанию полного комплекса работ будет уложено новое асфальтобетонное покрытие по улице Шумовая, Ленина и Лесная. На улице Лесной укрепляют обочины с помощью скального грунта, затем поверхность заасфальтируют. Проверку объект проходит и у общественников. Активисты приезжают, чтобы оценить качество и удобство пешеходной зоны. Нам показали улицы, которые являются по большому счету объездными и въездными в Южно-Сахалинск. Здесь, конечно, большегрузный транспорт. И в первую очередь уделили внимание именно тому, чтобы этот большегрузный транспорт, во-первых, вписывался в эту улицу. Во-первых, ту нагрузку, которую он несет. А это и товары, которые везутся в город, вывозятся из города. То есть это большая нагрузка на дороги. И, соответственно, чтобы вот эта нагрузка, она, по крайней мере, эта улица, этой нагрузке соответствовала. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют также и мосты. Большинство из них расположено на западном побережье. Костромской – небольшой населенный пункт на трассе Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск. Сквозь село проходит единственная дорога, на которой расположен мост. Объект давно ждал ремонта. Несущая конструкция сильно износилась. На бетоне появилась коррозия. Полопались и ригели. Выполняем этапы по монтажу отремонтированных балок пролетного строения. Выполняем, значит, монтируем шкафные стены, железобетонные. Подготовку ведем полным ходом. То есть до конца месяца планируем смонтировать пролетное строение первого этапа. Подрядчик выполняет непростую работу, пока ремонтирует одну часть моста, по второй – организованное движение автомобилей и пешеходов, регулирует его автоматические светофоры. Здесь нет других объездов, а устройство временного стало невозможным из-за плотной сельской застройки. Именно поэтому подрядчик ремонтирует стороны моста поочередно. Объект стратегически важен. Через него проходит единственная артерия, которая соединяет населенные пункты Хомского района. За ходом работ следят специалисты стройконтроля. На разных этапах проверяют качество всех поступающих материалов. Качество арматурного плетения, дырки, отверстия, качество арматурных выпусков и клея, на который садится. Ну, это по-другому чуть-чуть называется, ну, по-простому клей. Пока работы ведутся без явных нарушений. Объект уже ремонтировали несколько лет назад. После этого в реке остался строительный мусор. Новый подрядчик пообещал убрать его. Кроме того, чтобы избежать загрязнений вокруг тела опоры моста, натянули пленку. Так отходы не попадут в воду. Кроме того, на время нерестового периода ограничили интенсивность работ. Ну, для каждого объекта это персонализировано. То есть, для каждого объекта разрабатывается свой раздел оценка воздействия на окружающую среду. Ну, и раздел об осуществлении природоохранных мероприятий. Ну, в среднем, для Сахалина у нас нерестовый период, или, как мы называем его, период ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах. Это конец апреля и первая декада ноября. То есть, в этот период мы не должны никаким образом влиять на ход лосочевых ценных пород рыб, не допускать замутнения воды, попадания строительных отходов. Ремонт на участке также выполняют в рамках нацпроекта безопасные и качественные дороги. Еще одно мостовое сооружение возводят с нуля в районе села Яблочное. Здесь появится в скором времени мост через реку Целебное. Сейчас идут работы по устройству опор моста и переходного участка. Его дополнительно укрепляют, так как объект находится в непосредственной близости к морскому побережью. Это, так сказать, бетонный короб на сваях, который заполняется грунтом, трамбуется с применением геотекстильного материала, чтобы просадок не было и обрушений. В будущем это будет однопролетный мост, длина пролета 33 метра. А вообще протяженность участка на данном объекте состоит 550 метров. Это вместе с подходами к мосту и дорогой, так сказать. Также планируется на данном объекте переустройство коммуникации, это переустройство сетей связи, линии электропередач. Будет выполнено наружное освещение на данном объекте. Ну и там искусственные сооружения, там водопропускная труба на съезде. В этом году установят опоры, а полностью работы завершат в 2024 году. Подрядчик от графика не отстает. Необходимость выполнения работ по данному объекту вызвана тем, что существующий мост, который был построен еще в период японской оккупации Южного Сахалина, в настоящее время не отвечает требованиям по безопасности, надежности и комфорту проезда. На объекте за ходом работ на всех этапах следят специалисты стройконтроля. Перед тем, как начинается бурение свая, погружение свая, точнее, проверяется плановое положение закрепления свая. Потом уже, когда проверили, если по плану все ровно сходится, то уже можно допускать к тому, чтобы эту сваю погружали. На Сахалине в этом году новые мосты также появятся между 201 и 210 километрами трассы Невельска-Мари-Аэропорт-Шахтерск. Их возводят в рамках реконструкции дороги между селами Парусная и Белинская. Это два моста через одноименные реки и реку Каменушка. Ряд объектов стоят в планах на будущее. В этом году мы также будем разыгрывать, планируем разыграть два контракта на выполнение работ в 2023 году. Это у нас будет мост через реку, через ручей 159. Это в селе Пензенском тоже мост японской постройки, тоже аварийный. И капитальный ремонт моста через реку Ильинка, который планируем, что начнется в 2023, будет завершен в 2024 году. И на 2024 год мы планируем выполнить капитальный ремонт двух мостов, еще японских. Это вот расположено южнее целебной отселе на 52-м и Ханкатан на 59-м километре. На этом наш выпуск завершен. С вами была Мария Кондиус. Увидимся в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин